Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Mass Effect, и сегодня я буду проходить квест под названием На вере станция рассеяния, третьим, так сказать, способом. В общем-то, я думал, что тут ничего не изменится. В общем, давайте я вам расскажу по ходу выполнения этого квеста. Для начала начнём. Так, чтобы нам отсюда выбраться, мне надо включить нейтронную очистку. Так, у меня есть код подтверждения. Так, всё, отступаем отсюда. А как они так меня мгновенно убили? Плохо. Так, ладно, давайте попробуем снова. А, у меня жизни мало просто было. Побежали. Так, так, так. Всё. Я справился с заданием. В общем-то, тут смотрите. Я просто решил попробовать, может тут есть какое-нибудь отличие, может после того, как я уничтожил всех рахней, вот этих. Типа у меня, может быть, вот здесь открылась дверь, я подумал, но дверь не открылась. Я подумал, ну всё, значит нет, тут есть только два способа прохождения квеста. Ну, в принципе, так оно и есть. Вот этот способ ничем не отличается от второго способа, то есть идти напролом, просто они как бы сами на нас напали, а не мы на них. Но я кое-что интересное заметил. Оказывается, когда начинается перестрелка, в карантинной лаборатории тоже происходит одна сцена. Просто я там сразу спустился вниз, причём оба раза, которые я проходил, я сразу спустился вниз и не ходил в риск лаборатории. Вот, то есть эти, карантинной лаборатории. А сейчас я просто решил попробовать, а что будет, если я попробую подбежать к туннелю, ну, к закрытому техническому туннелю и попробовать взломать. Я знаю то, что его взломать нельзя, но я всё-таки решил, потому что здесь я не могу пройти, не убивая, вот, Вентралиса вперёд. Я не смогу пройти, не убив его. Ну, в принципе, можно попробовать, не убив, но они, скорее всего, убьют меня. Поэтому я, короче, решил влево побежать. Давайте я тоже повторю. Так, тихо, бежим. Так. Просто вот так вот сбегаем, не вмешиваемся. В принципе, я думаю, если бы я начал сам перестрелку здесь, была бы та же самая же сцена, потому что та Азаря пропала, я её никуда не убивал. В принципе, сейчас мы встретим ту самую Азаря, которая спустилась вниз. Но так, ну, так как мы не выполняли квест карантин, то есть не создавали лекарства, то есть она спустилась, её никто не убил здесь. Поэтому здесь вот происходит вот именно вот такая вот сцена. А где речь на тему «Ты слишком много знал»? Заткнись. Так. В принципе, мы его спасли. Хм, а то и Азаря нету, кстати. Я думал, это та Азаря, это вторая, которая с ней пришла. А то и Азаря нет. Ну и в принципе, смотрите, здесь дверь открыта. Так, давайте с ним поговорим. Хан Олар. Куда бы я ни пошёл, все кроме меня гибнут. Лучше держитесь от меня подальше. Почему на вас напали? Так, со мной вы безопасны. Возьми себя в руки. Мне нужно, чтобы вы меня послушали. Вы слушаете? Что здесь произошло? Компания хочет замести следы. Матриарха прислали уничтожить нас. Она велела Вентралису отправить вас в риск лаборатории. Думала, что Рахни вас убьёт. А мы её достанем. Давайте возьмём дамочку. Делайте, что хотите. А я хочу убраться с этой горы. Ты всё, я с тобой могу поговорить? Куда бы я ни пошёл. Все, кроме меня, гибнут. А давайте со мной вы в безопасности. Лучше держитесь от меня подальше. Я не допущу ничего такого. Почему она пыталась вас убить? А вы как думаете? Нам известно, чем они занимаются. Компания хочет замести следы. Она велела Вентралису отправить вас в риск лаборатории. Куда нам идти? Думала, что Рахни... Просто покажите мне дорогу. Через пост охраны. Идите прямо. Делайте, что хотите. Так, ну через пост охраны я не хочу идти. Через пост охраны я не пойду. Ой. Эй, всё. Не успел. Тут вот, дверь открыта. Так что через пост охраны напрямую я не пойду. Я вот так просто обойду. При этом, ни один охранник не пострадал. Хоть они и начали на меня нападать. Только вот та Азарин, похоже, сбежала куда-то. Её здесь нет. Возможно, мы её сейчас где-нибудь встретим. Возможно, она мог быть как дополнительный враг. Ой. Успел сломать всё, отлично. Возможно, она больше не появится нигде. Вам неведомо, что значит быть матерью. Есть сила творения. Формирование жизни. Обращение её к радости или к отчаянию. Её дети должны были быть нашими. Вырасти, чтобы искать и убивать врагов Сарна. Вы прежде сражались с десантницами Азари? Мало кому из людей приходилось. А, так. Я вот, кстати, даже предполагаю, кто будет наставить на том, чтобы я убил Рахни, и кто будет их защищать. Конечно же, Эшли будет наставить на том, чтобы я их убил, а Кайден будет наставить на том, чтобы я их не убивал, а оставил их, ну, дал им шанс исправить. А, судя по характеру Кайдена, я так и думаю, то, что он их, типа, защищать будет. А, ну, а Эшли, конечно же, будет, ну, ей не остаётся другой выбора, как просто наставить, чтобы я их убил. Но, если бы был здесь Рекс, я думаю, Рекс более, так сказать, в данной ситуации был бы доминантен. И, в принципе, она бы, наоборот, наставила на том, чтобы я, ну, типа, оставил в живых Рахни. Но, так как Рекса нет, и они оба бы в других ситуациях, возможно, защищали бы Рахней, то, в принципе, кто-то из них должен просто сильнее быть, а кто-то слабее. Вот Кайден, мне кажется, самый слабый. Он во всех вариантах, во всех парах будет защищать. Хотя, вот, может, с Лиарой он и не будет защищать? Возможно, он будет наставить, но я в этом не уверен. Сдавайся. Нам не обязательно драться. Вы можете вернуться с нами на Цитадель? Едва ли. Так, а с другой ком будет сложнее драться. Так еще и против Азарии. Так. Так, а то я... Все-таки уронила меня. Да, дайте мне встать. Сейчас убьют меня. Все. Я тоже так умею. Только на тебе почему-то не сработало. Вон, Лиара тоже так умеет. Вот, смотрите. Забегают гетты. Показывают то, что гетты. Но на самом деле здесь Азарий. А, нет, где-то. А, вот Азарий. Ну-ка. Я не знаю, что это делать. Что это способно сделать, но ладно. Так, лечимся. Это десантница Азария, но она ничего не сможет сделать против моей ракеты из дробовика. Так. Ой. Ой-ой. Сейчас убьют. Что же мне делать? Так, я их всех подбросил. Так, все вылечется отлично. Геттснайпер. Ну, давай посмотрим, у нас что-то способен. Повезло. Я убил. Это еще не конец. Сарана не остановить. Мой разум заполнен его светом. Путь впереди ясен. Что планирует Саран? Начинайте говорить, Бенезия. Каков будет следующий шаг Сарана? Я не предам его. Вы... Послушайте меня. Шепот Сарана в моем сознании. Я могу перебороть его ненадолго. Его голос очень силен. Так, хватит оправдываться. А Казари на Ферресе? На Ферресе мы встретили Шиалу. Она рассказала, как властелин подвергает внушению. Страшно быть запертой в своем собственном разуме. Биться, как бабочка, стекло. Пока собственные руки мучают и убивают невинных жертв. Я была бессеяна. Да, у меня есть идея. Всего лишь раба Сарана. Сюда он прислал меня, чтобы выяснить, где находится Мюритранслятор. Его координаты были утрачены тысячи лет назад. У меня есть идея. Вот смотрите, он говорит про Шиалу, да? То есть, это когда мы были на Ферресе. А если бы я полетел сразу сюда и на Ферресе не было бы, то получается здесь какая-то другая строчка диалога должна была быть. Но... Я не узнаю, пока не сделаю такой вариант. Но у меня такого варианта нет. У меня все побывали на Ферресе персонажи. Ну и ради такой фразы я лететь сюда не хочу. Возможно, как-нибудь потом. Так, вы нашли его? Я так понимаю, вы получили координаты? Две тысячи лет назад в этом регионе галактики жили Рахни. Ретрансляторы обнаружили они. Память Рахни переходит из поколения в поколение. Их царицы наследуют знания своих матерей. Я взяла координаты ретранслятора из разума царицы. Я была безжалостна к ней. Мне нужна эта информация. А, нет, подожди. А раз узнать, что я могу узнать? А, ладно. Мне нужна эта информация. Где его местонахождение? Я записала данные на ОНД. Возьмите его. Пожалуйста. Знать координаты ретранслятора недостаточно. Нам нужно знать, куда он собирался отправиться. Саран не говорил мне об этом. Но вы должны выяснить это быстро. Перед тем, как вы пришли, я передала ему координаты. Остановите меня. Я не могу. Его зубы у моего уха. Пальцы на моем позвоночнике. Вы должны... Вы должны... Умри. Так. А почему у меня розовый костюм стал? Я хочу вылечиться. Мне нужно вылечиться срочно. Иначе я погибну. Ну-ка. Так, что-то я... Ну ладно. Оттуда она уже не выберется. Давайте вот это убьем на заде. Я не могу так дальше. Вы должны остановить его, Шепард. Вы... Это снова вы? Ваш разум снова свободен? Я все еще слышу его голос. Как лязг металла. Визжащий. Отдающийся эхом. Где же свет? Говорят, что перед смертью... Ах! Ах! Говорят, что перед смертью... 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 Говорят, что перед смерть... Продолжение следует... Она будет нашим голосом. Мы не можем петь в ваших низких мирах. Ваша музыка бесцветна. Почему вы не умерли? Мы врубили вам столько плазмы, что можно танк остановить. Этот сосуд на краю разрушения. Но он борется. Вы не сознаёте его величия. Мы дуем на тлеющие угли. Мы мать. Мы поём тем, кто остался позади. Детям, которых вы считали замолчавшими. Мы рахни. Вы что-то вроде лидера? Это вы приказали своим убивать учёных? Нет. Мы были здесь заперты. Дети не слышали наших песен. Они были потеряны в тиши. Вы не поёте в унисон с теми, кто хотел управлять нами. Как вы станете петь? Вы отпустите нас? Должны ли мы вновь утихнуть? Капитан, я не верю этой твари. Мы знаем, что они убийцы. В баках полно кислоты. Предлагаю её использовать. Капитан, в галактике существуют старые счёты, в которые людям лучше не лезть. Если мы её убьём, то убьём целую расу. Ваши спутники слышат истину. Вы властны освободить нас или вернуть наш народ в тишину памяти? Вот всё, как я предполагал. Эшли за то, чтобы их убить, а Кайден их защищает. Ну, я так и знал, что у Кайдена такой слабый характер, он в любом случае будет их защищать. А вы умрёте от моей руки. Смиритесь со своей судьбой. Рахни, вымершая раса. Капитан, геноцид выходит за рамки наших полномочий. Наш народ вас настолько пугает? Вы хотите, чтобы мы молчали, если не можете заглушить наши песни? Если мы не подчиняемся вам? Ладно, я не могу этого сделать. Нет, я не могу этого сделать. Я вас отпускаю. Вы дадите нам шанс сочинить новую музыку? Мы будем помнить. Мы станем петь о вашем всепрощении нашим детям. Так, посмотрим, я получу очки героя или отступника. Хотя, по сути, я их отпустил. Скорее всего, очки героя. Нейтральная тримиссия опять нельзя пройти. А я хотел играть за нейтрального персонажа. Я не хотел быть и не добрым, и не злым. Да, 24 очка героя. Опять снова мне дали 24 очка героя. Я хотел играть... Не применяя... То есть, не получая очки героя и очки отступника. Да, надо теперь получать на нем очки отступника. Слишком много он в сторону героя ушел и слишком мало в сторону отступника ушел. Он нейтральный. Он, по сути, нейтрал. Ну ладно, получается, он нейтрален, но, в принципе, иногда ему просто кто-то там накидывает очки. Но на самом деле он нейтрален. Так, что это тут? Обучение спектров. Бросок. Можно прокачать. Тактическая броня. Боевая подготовка. Пистолеты. Ударный боец. Так, увеличить силу и длительность барьера на... Ну, нет. Деф... Деформация. Просок, барьер. Ну, давайте вот это прокачаю. Так, просок, наверное, надо еще прокачать. Тактическая броня. Деформация. Открывает умение барьер. Ну, давайте откроем умение барьер и откроем умение подъем. А, так вот, как их открывать. Все, понял. Подъем. И барьер. Все, я понял. Как по одному очку выложу в эти умения, и они у меня сразу появятся в списке. Возможно. Задание выполнено. Ну, все. Мне, в принципе, осталось отправиться только на базу. В принципе, ладно, я на этом закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok